Вести Карачаева, Черкесия Новые меры поддержки бизнеса начали действовать в республике. Карачаева, Черкесия успешно реализует постановление правительства России об особенностях организации и осуществления государственного и муниципального контроля. Исправляется под ударами санкций. Оригинальные власти сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. К слову, помимо моратория на проверки с 10 марта этого года, в республике были отменены все начатые проверки. Лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены. Кроме того, отменена госпошлина на заявления в рамках получения лицензии. А сроки действия сертификатов и деклараций, стекающих до 1 сентября текущего года, продлены еще на год. В сентябре этого года по всей России, в том числе и в Карачаево-Черкесии, пройдут выборы. На этот раз нашим землякам предстоит избрать депутатов в городские думы Черкесска и Карачаевска, а также определить состав представительного органа власти Абазинского района и еще 39 поселений республики. При региональной общественной палате продолжает работу Республиканский общественный штаб наблюдения за выборами, рассказывает председатель избирательной комиссии региона Лариса Абазальева. Центр общественного наблюдения стал местом, где все желающие могли наблюдать за выборами. Для этого не надо было быть представителем какой-то политической партии или кандидата. Это стало место, где журналисты могли своевременно и объективно получать информацию. Место, где сосредоточены были эксперты, юристы, люди, которые профессионально разбираются в нюансах избирательного права. В последние 3-4 кампании опыт наш показывает, что если своевременно вот эти ситуации разбирать, то нет повода ни для жалоб, ни для судебных исков. Поэтому мы максимально открыты и идем на диалог и с кандидатами, и с партиями, и с избирателями, поскольку зачастую результат жалобы и судебные споры – это результат скорее недопонимания и вовремя неустраненных ситуаций, чем какие-то кардинальные противоречия во взглядах или чья-то злая воля. 16 июля Архиз соберет предпринимателей региона на одной площадке. Участники форума смогут пройти образовательные программы по трем разным направлениям – продвижение через интернет и использование IT для малого и среднего предпринимательства, креативная экономика и игра «Стратегический бизнес-стимулятор». Ключевым событием мероприятия станет пленарная дискуссия «Новая реальность, новые стратегии», в которой примут участие заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, а также представители федеральных и оригинальных ведомств, почетные гости и представители бизнеса. Как получить на реализацию своей идеи несколько сотен тысяч рублей? Креативная молодежь республики может принять участие в грантовых конкурсах. Эксперты оценят их работы в ходе нескольких северокавказских форумов, которые пройдут в республике в ближайшие месяцы. Какие еще молодежные мероприятия запланированы в Карачаево-Чикесе, рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Это площадка, которую министерство по делам молодежи направило в качестве заявки для рассмотрения Федеральным агентством по делам молодежи для организации и проведения окружных форумов и площадок на территории нашего субъекта. Наша заявка, как и МАХАР, как и Дни карьеры, была признана победителем Федеральным агентством по делам молодежи, включена в план график мероприятий. И в рамках проведения данного форума некоммерческий сектор Карачаева-Черкесия Северказского федерального округа получит возможность презентовать свои инициативы в целях получения грантовой поддержки. В этом году управлением Государственной службы занятости населения совместно с нами, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесия, значит, запущена государственная программа оказания и содействия занятости молодежи Карачаева-Черкесской республики. Данную инициативу мы считаем более чем актуальной. Благодарим Рашиду Бориспиевичу Атимрезову, главу Карачаева-Черкесской республики, за поддержку, и как раз Центр «Моя карьера» будет заниматься непосредственно деятельностью, направленной на оказание содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаева-Черкесской республики в профессиональной деятельности. Сервис купли-продажи автомобиля появился на госуслугах. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписаны на бумаге. Заполнять договор начинает продавец. Он выбирает автомобиль из перечня транспортных средств, принадлежащих ему. Сведения об автомобиле заполняются автоматически. Происходит проверка транспортного средства. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения. Затем продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ». Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней. Черновик заявления будет сформирован автоматически с электронным договором во вложении. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут. Для регистрации автомобиля обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для авто старше 4 лет. Спасатели Карачаево-Чикесе нашли тело мужчины, который пропал накануне, переходя реку по бревну и сорвавшейся воду. Инцидент произошел в Урубском районе. Его тело обнаружили в 350 метрах от места трагедии, рассказали в Главном управлении МЧС России по республике. В республиканской столице свои двери для пациентов откроют новый филиал городского поликлиники, который находится в северном микрорайоне. С вводом в эксплуатацию основные корпусы, расположенные на улице Ленина, закрывать не будут. Другой вопрос. Волнующий горожан транспортная доступность. К сожалению, сейчас автобусы сюда ездят не так часто, как хотелось бы. Однако в мэрии заверили, что данный вопрос будет решен сразу после открытия учреждения. Подробности у главного врача городской поликлиники Зураба Гогушева. Проблема связана лишь с тем, что это отсутствие соответствующих площадей для более быстрого приема, соответственно, пациентов. Так или иначе, людям приходится ждать, сидеть в очередях и дожидаться своего приема. А здесь мы постараемся, скажем так, минимизировать вот это время ожидания. Вот уже несколько дней в Ногайском районе работает поезд здоровья, который путешествует по населенным пунктам республики в целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи, ранней диагностики хронических и неинфекционных заболеваний среди сельского населения. Комплекс мероприятий включает в себя флюорографию, маммографию, осмотры и консультацию врача-офтальмолога, терапевта и забор анализа в крови. Поезд здоровья пробудет в районе до 18 июля. Затем он посетит все районы Карачаева-Черкесии. Жителям даже самых отдаленных населенных пунктов будет оказан широкий спектр медицинских услуг непосредственно по месту проживания абсолютно бесплатно. Зеленчукская центральная районная больница перешла на электронные рецепты. Теперь пациентам для получения лекарств можно просто показать фармацевту QR-коды из приложения «Мой рецепт». Электронный рецепт существенно экономит время, потому что оформляется значительно проще и быстрее бумажного. Сервис позволяет формировать и хранить рецепты, проверять и предоставлять к ним доступ, а также отслеживать состояние здоровья пациента и соблюдение стандартов протоколов назначения и лечения. Напомним, электронный рецепт работает по принципу «Врач выписывает назначение в электронной форме, пациент видит его в бесплатном приложении «Мой рецепт», доступном в App Store или Google Play, а фармацевт считывает QR-коды и выдает нужные лекарства. Как мы же сообщали, для комфорта потребителей в Карачаево-Чрикезе продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования, Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам, и сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным, завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28-3-28. На участке автомобильной дороги Черкеск-Хабес, подъезд к МЦО Архыз, продолжаются работы по капитальному ремонту. Сейчас здесь ведутся работы по замене земляного полотна, полностью завершить реконструкцию участка протяженностью 5 километров, планируется до 1 декабря текущего года. Из русла реки Абазинка вывезли 50 кубометров мусора, работы в южной части Черкеска ведутся ежегодно в рамках противопаводковых мероприятий. В этом году силами муниципального предприятия ДЭП вывезено 8 КАМАЗов отходов. Мобильный интернет на курорте Дамбай и туркомплексе Медовые водопады стал быстрее. Повышение качества предоставления мобильного интернета связано с расширением покрытия сети 4G, оператором связи Мегафон, в традиционных местах отдыха туристов Карачаево-Чрикесии. Так отдыхающие могут пользоваться самым быстрым интернетом как в курортных городах, так и в удаленных горных локациях. После запуска базовых станций ЛТС средняя скорость мобильного интернета в этих местах выросла до 15-30 мегабит в секунду, а максимальная до 75 мегабит в секунду. Такие показатели позволяют туристам делиться фото и видео впечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа и отправлять файлы большого объема в мессенджерах. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытье ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. И тему продолжит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Чрикесии Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов. И на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это в первую очередь мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. В шорт-листе ведущие российские профессиональные награды для лучших компаний сферы бизнес-туризма и Мисс РБТ&М-2022 Архыз представлены в номинации всесезонный курорт. Примечательно, что голосовать можно ежедневно и до окончания голосования осталось еще 80 дней. А значит, нужна помощь зала, чтобы захватить и удержать первенство. Поэтому же сейчас можно заглянуть на страницу голосования miss.org.ru и поддержать наш Архыз. В Ростовском государственном экономическом университете подведены итоги первоотборочного этапа Международной Олимпиады по финансовой безопасности. Его победители получили право участия в финале, который состоится со 2 по 8 октября текущего года на федеральной территории Сириус в Сочи. Всего для участия в заключительных мероприятиях Олимпиады было приглашено 122 школьника из всех федеральных округов страны. Северокавказский федеральный округ на финальном этапе будут представлять 12 победителей и призеров первого этапа Международной Олимпиады, в том числе и Аделина Бархозова, ученица среднеобщеобразовательной школы села Чапаевского Прикубанского района. Подведены промежуточные итоги акции «Стоп Амброзия». Горожане уже принесли в пункты приема карантинного растения 270 350 корешков, а сотрудники Республиканского Россельхозцентра провели химическую обработку против амброзии на 90 гектарах городских территорий. В целом планируется уничтожить сорняк на площади более 150 гектаров. Напомним, пункты приема амброзии установлены около лицея номер 15 по улице Даватора, а в районе городского дворца культуры по Гутякулова 2Б и на Красноармейской 51 напротив здания ДТРК Карачаева-Черкесия. Учащиеся 8-11 классов получат возможность бесплатно пройти двухлетние курсы по обучению современным языкам программирования. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на эти цели. В прошлом году проект был запущен в тестовом режиме, а теперь будет распространен на всю страну. Предполагается, что на первом этапе обучение пройдут более 100 тысяч подростков, а в последующие годы до 240 тысяч. Обучение можно будет пройти онлайн с применением дистанционных технологий или офлайн на базе оригинальных образовательных площадок. Оно дополнит базовую школьную программу по математике и информатике и позволит школьникам освоить свою первую профессию в сфере IT. В рамках межрегиональной летней профильной смены для активистов детских общественных движений и объединений из Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Чикеси состоялся фестиваль игры ГТО, посвященный столетию образования нашей республики. В мероприятии приняли участие порядка 100 человек. Ребята в возрасте от 13 до 17 лет соревновались в силе, выносливости, гибкости и быстроте, выполняя испытания в виде нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. В рамках столетия республики в регионе пройдут различные мероприятия. В частности, в августе текущего года в Карачаево-Чикесии пройдет фестиваль народного творчества «Мы вместе». Кроме того, под звездным небом Архыза соберутся артисты из разных уголков нашей страны и порадуют слушателей классической музыки. В московском Кремле состоится торжественный концерт, а в Черкесске запланировано масштабное историческое шоу. Ну и последняя информация. Курорт Архыз этим летом станет площадкой для тренировок спортсменов и участия во всероссийских соревнованиях, в том числе уровня чемпионата России. Это будут гонки на горных велосипедах и горный бег. Главным спортивным событием лета на курорте станет фестиваль маутинбайка Ride Alive, в рамках которого с 10 по 25 августа пройдут чемпионат и Кубок России в дисциплине скоростной спуск среди мужчин и женщин. Первенство среди юниоров, детская гонка Kid Cup и седьмой этап российской эндуро-серии. Соревнования по маутинбайку. Многолетняя традиция Архыза. Гонки всероссийского и международного уровня проходят здесь с 2018 года. Сейчас на курорте созданы условия и чтобы сесть на горный байк впервые тренироваться и проводить соревнования высокого уровня. Для трейл-раннинга и скай-раннинга здесь есть условия, созданные самой природой и, по мнению многих спортсменов, в Архызе проложены одни из самых красивых дистанций в стране. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщениям синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильные осадки. Ветер северо-западный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В горах местами плюс 16,21. В северной части высокая пожароопасность четвертого класса. В республиканской столице кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5,10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. И местами высокая пожароопасность четвертого класса. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Реклама В 2022 году Пятигорский государственный университет предоставляет возможность поступить на 560 бюджетных мест по всем уровням обучения. Прием документов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места ведется до 25 июля. А на некоторые направления подготовки, предусматривающие дополнительные вступительные испытания, документы необходимо подать до 15 июля. В том числе на педагогическое образование с различными профилями, где имеется значительное количество бюджетных мест. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова